У Владимирской молодёжи появился свой дом. В день торжественного открытия гостями здания по улице Дзержинского 5, бывший итальянский дом, стали около 150 младых людей из Владимира и области. Предпринимателей, поисковиков, волонтёров, участников различных молодёжных проектов. Мы решили объединить здесь не просто отдельно поисковики, волонтёры и на армейцы, а это площадки, где консолидируются усилия всех этих трёх наших больших движений. Активисты поискового движения подготовили экспозицию, где разместили своё оборудование и находки с полей сражений Великой Отечественной войны. Это фрагменты самолёта «Лапет», который потерпел катастрофу 22 января 1945 года в деревне Лесниково Муромского района. Лётчик лежал, держался за шурвал, так если образно говорить, этого самолёта, был пропавшим без вести. Вот в 2015 году нашли и увезли его в Орёл, он похоронен там. Губернатор Светлана Орлова пообщалась с участниками программы «Ты предприниматель». Программа получила поддержку три года назад. За это время в неё вошли 6 тысяч человек. Молодым людям удалось открыть 140 бизнес-проектов. Наши ребята, удалось им сотрудничать с крупными компаниями. Это механизм рабочий. Мы хотели предложить на базе Дома молодёжи раз в месяц проводить бизнес-завтраки и встречи с руководителями крупных предприятий. Хорошо, это принимают. На встрече с активистами молодёжных организаций глава региона рассказала о приоритетных направлениях развития Владимирской области и обсудила актуальные молодёжные проекты. Один из них – интернет-ресурс общественного контроля за состоянием дорог и работы подрядных организаций. Идея губернатору понравилась. Люди, друзья из этого района, просто знакомые. Просто люди, которые живут в районе, смогут зайти на этот ресурс и проголосовать. Сейчас можно лайкнуть на этой проблеме, тем самым показав, что это их беспокоит. Контроль со стороны молодёжи – это ваш проектный офис. И я вас уверяю, что лайков будет в 10 раз больше, потому что люди увидят, что что-то меняется. Что они, зайдя в интернет, не бегая по кабинетам чиновников, могут поменять вокруг себя среду. Здание по улице Дзержинского было передано молодёжью решением администрации области в декабре 2015 года. В 2016-м здесь сделали перепланировку и ремонт. Теперь тут созданы все условия для активной работы. Это зона мозговых штурмов, где мы планируем и социальное проектирование, и вот такие открытые встречи с промышленниками, с бизнес-сообществом. Это бизнес-завтраки, это большой мастер-класс по здоровому питанию. Тоже важно, да, у нас есть и зона кухни, куда вы можете пройти. Это большая зона патриотических программ и проектов. Мне очень понравилось, что всё-таки молодёжь стала заниматься социальными проектами. Вот дом такой молодёжи, где есть целое подразделение по некоммерческим организациям, где молодёжь уже активно стала заниматься социальными проектами. Это и работа с людьми с ограниченными возможностями, это и помощь людям старшего поколения, это и помощь детям. Всего дом молодёжи объединил под своей крышей более 40 молодёжных организаций. Татьяна Гордеева, Виталий Сергеев, Губерния, 33.